Снова рад всех вас видеть. Я хотел бы сейчас рассказать еще об одной возможности, которую я добавил в свой инструмент, в CSS. Перед собой я поставил задачу сделать инструмент, который позволяет, универсальный инструмент, который позволяет работать с различными сигналами. Дело в том, что в процессе диагностики очень часто приходится рассматривать достаточно большое количество осциллограмм и наиболее трудно анализировать повторяющиеся сигналы. Когда у нас огромное количество повторяющихся импульсов, нам иногда приходится искать какое-либо отклонение в данном сигнале для того, чтобы понять, почему система плохо работает. Значит, у нас работа двигателя является цикличной, поскольку у нас происходит вращение двигателя и все циклы работы множество раз повторяются. Блок управления получает сигналы с датчиков, которые размещены на двигателе, которые снимают параметры работы нашего двигателя и вырабатывают определенные сигналы для управления наших двигателем через исполнительные механизмы. И даже кратковременный сбой какого-либо сигнала от датчика либо отклонение формы сигнала на исполнительный механизм может приводить к достаточно тяжелым, скажем, последствиям для работы двигателя. И поиск таких характерных точек достаточно сложная задача для меня. Скажите пример, какой приблизительный нам. Значит, вот открываю пример. У нас... Так, это пример. Пример, пример. Вот здесь пример. То есть вот, для примера, рассмотрим осциллограны с двигателя Opel Vivaro у нас периодически возникала ошибка по сигналу датчика распредвала. Поиск такой неисправности достаточно сложная задача. То есть если у нас датчик совершенно не работает, это достаточно легко определяется. То есть проверкой питания, массы нашего датчика или осциллографом мы рассматриваем сигнал с данного датчика. Но когда эта ошибка возникает у нас периодически, это может быть связано как с самим датчиком, так и с проводкой, даже с неисправностью самого блока управления. Или, как вариант, это может быть еще неисправность механики. То есть у нас может быть не точно установлен распредвал или по какой-то причине у нас происходит смещение нашего распредвала и вызывает запись кода неисправности в блок управления. То есть вот, к примеру, у нас есть записанная осциллограна с двигателя Офель Вивара 2.0 у нас есть сигнал датчика коленвала, у нас есть сигнал на форсунку, топ-форсунки и сигнал с датчика распредвала. То есть этот сигнал у нас повторяется и найти коротковременное отклонение формы сигнала с датчика распредвала, ну, скажем так, нелегкая задача, особенно если эта неисправность у нас проявляется очень коротковременно или там на каком-то режиме, иногда только в движении. То есть приходится это все глазами пересматривать, искать отклонение. То есть я дополнил скрипт CSS функцией анализа дополнительного сигнала. То есть мы можем указывать один или несколько сигналов, которые сняты с нашего двигателя в процессе работы и таким образом мы можем этот сигнал анализировать, не просматривая нашу осциллограмму, измеряя угловые позиции нашего сигнала в зависимости от точной позиции нашего датчика коленвала, амплитуды, мы можем запустить выполнение скрипта, указав дополнительный параметр, кроме тех параметров, которые я уже сегодня вспоминал, это у нас сигнал датчика коленвала и сигнал синхронизации, у нас есть еще вкладка «Канал для вкладки фаза». Для примера я сейчас укажу сюда сигнал датчика распредвала и запущу скрипт. Мы получаем, как обычно, вкладки «Эффективности», где мы видим эффективность работы каждого цилиндра, вкладку «Опережение зажигания», но в данном случае у нас будет вкладка «Опережение впрыска», а также вкладка «Зубчатый венец», не буду сейчас детально на них останавливаться, нас сейчас интересует вкладка «Фаза». То есть вот сейчас происходит отрисовка вкладки «Фаза». К сожалению, мощность моего ноутбука не очень высокая, и если мы ее не рассматриваем, ему чуть легче. Значит, вот на данной вкладке у нас отображается сигнал датчика распредвала. Давайте рассмотрим этот сигнал на осциллограмме, для того, чтобы легче нам понять, скажем, идею отображения информации на вкладке «Фаза». То есть у нас есть сигнал с датчика коленвала, у нас есть сигнал управления форсункой и сигнал от датчика распредвала. В данном случае, если мы, скажем, приблизительно расставим маркеры, для того, чтобы понимать, какая угловая позиция на нашей осциллограмме, значит, верхняя мертвая точка у нас приблизительно здесь, исходя из момента впрыска форсунки. То есть у нас есть предвпрыск и основной впрыск. И вторая верхняя мертвая точка следующего цикла – это у нас приблизительно в этой позиции. То есть мы имеем сигнал датчика распредвала. Сигнал датчика распредвала. То есть за полный цикл работы двигателя у нас есть один импульс на датчике распредвала. То есть если мы перейдем на нашу вкладку «Фаза», у нас видно, что наш датчик распредвала за полный цикл выдает один импульс. То есть если я сейчас включу график оборотов, у нас наша вкладка отображается вот в таком виде. Значит, по мере вращения нашего распредвала у нас генерируется сигнал. И данная вкладка отображает наш сигнал с датчика распредвала за весь цикл измерения. То есть у нас вот эта белая полоса, она соответствует вот этому нашему импульсу. Значит, по горизонтали у нас меняется время, время в процессе которого мы выполняем измерения. И график оборотов дает нам подсказку, в каком режиме работал наш двигатель. То есть у нас холостой ход, мы подняли обороты, сбросили, еще раз подняли обороты и заглушили наш двигатель. И мы видим, что у нас в режиме работы холостого хода на один цикл работы двигателя, то есть за два оборота коленбала, это полный цикл работы двигателя, был один импульс, который приходил у нас за 280 градусов до верхней мертвой точки первого цилиндра и заканчивался за 200 градусов до верхней мертвой точки. Так, и получается, что этот импульс у нас имел стабильную угловую позицию. То есть в процессе работы двигателя начало импульса и конец импульса не меняли свою угловую позицию. Но если мы присмотримся более детально, мы видим, что сигнал получал определенные искажения на некоторых режимах работы двигателя. То есть, например, я могу установить маркер в эту позицию. На 21 секунде у нас происходили какие-то искажения нашего сигнала. Давайте попробуем рассмотреть их более детально. То есть, перейдем на 21 секунду. На 21 секунду. Вот здесь на 21 секунде у нас происходит искажение нашего сигнала. То есть угловая позиция нашего сигнала искажена. Но здесь немножко ненаглядно, сейчас мы чуть вернемся. Давайте посмотрим, вот, лучше давайте рассмотрим вот этот импульс. То есть получается, что у нас на 28 секунде импульс с датчика распредвала был не одним. То есть фактически был... Давайте откроем его. 28.51. Посмотрим, что у нас произошло на 28.50. Вот, видите, что у нас произошло. То есть наш сигнал был... Так, где это? Я его потерял. То есть произошел разрыв нашего сигнала. Вот это здесь видно. И потом в дальнейшем у нас пошли тоже еще некоторые искажения. Но интересно, что если вот такое отклонение мы визуально можем найти на нашей осциллограмме, то найти такого плана отклонения, когда у нас изменяется угловая позиция начала нашего импульса, намного сложнее. Дело в том, что вот смотрите. Вот я вижу, что у меня в позиции 21.28 начальная позиция, то есть фронт сигнала датчика распредвала сместился. Я могу посмотреть на сколько градусов. То есть фактически вот у нас наша сетка 185, 190, 195, 200. То есть сместился фронт на... Вот давайте... 10 градусов, 210. Да, порядка где-то на 10 градусов. Если вот мы откроем импульс... Ну вот давайте вот этот попробуем найти. 22, 26. Это у нас позиция 22, 26. 22, 26. То есть вот этот вот... А, сейчас нет. Значит вот этот, наверное, маркер. То есть вот здесь позиция маркера, да. Вот этот импульс имеет отклонение переднего фронта. То есть определить по осциллограмме, пересмотреть это все осциллограмму, найти такое отклонение, это, ну, мягко говоря, очень сложно. То есть если мы рассмотрим вот этот, вот этот импульс, давайте попробуем посмотреть на какой зуб у нас начало этого фронта. Да, значит у нас получается, сейчас еще попробую расширить, посмотрим. Значит у нас этот фронт получается, значит, раз, два, три, то есть три с половиной зуба раз. Так, еще раз смотрим. Раз, два, три с половиной зуба до пропуска. Смотрим следующий. Смотрим следующий. Видите? То есть визуально найти такую неисправность, мягко говоря, сложно. То есть такое представление сигнала позволяет мне легко визуально анализировать повторяющиеся сигналы практически с любого датчика. То есть вот на данном примере, ну, у нас есть, скажем, несколько примеров отклонения, которые более-менее легко можно визуально найти. Но бывают случаи, когда у нас смещается только один фронт, блок управления бьет ошибку по данному датчику, потому что он не получает сигнал с данного датчика в ожидаемой позиции. И мы визуально по осциллограмме очень тяжело, скажем, можем поставить такой диагноз. Теперь я покажу сигнал данного автомобиля после замены датчика распредвала. После замены датчика распредвала у нас мы получили вот такую осциллограмму. То есть наша лидия стала уже ровненькая, без разрыва, без искажения. То есть мы отчетливо тогда могли увидеть, сейчас мы вернемся еще и к этим графикам. То есть подведем, скажем, кратко такой предварительный итог. То есть вкладка фаза позволяет нам отобразить сигнал с любого датчика. Не обязательно это датчик фаз или в данном случае датчик распредвала. То есть мы получаем визуальное отображение данного сигнала в координатах у нас время и угол поворота коленвала. То есть за два оборота коленвала для четырехтактного двигателя. То есть для двухтактного это у нас будет один оборот коленвала. Для ванкеля, то есть мы приняли, скажем, отображение за три оборота коленвала. То есть у нас получается за три оборота коленвала поршень как раз делает полный оборот. То есть полный цикл работы двигателя ванкеля. У нас получается, у нас за каждый оборот работает одна плоскость нашего, за каждый оборот коленвала. То есть фактически у нас проходит полный цикл работы, но в разных плоскостях нашего поршня. То есть только за три оборота коленвала наш поршень делает полный оборот и мы рассматриваем три оборота коленвала как полный цикл работы двигателя ванкеля. То есть вот в данном случае после замены датчика распредвала мы получили стабильный график сигнала датчика распредвала. То есть угловая позиция начала импульса и угловая позиция конца импульса у нас были, имели стабильную угловую величину. То есть график оборотов мы можем отключать для того, чтобы он не мешал нам детально оценивать сетку. И мы можем также включать еще сетку и шкалу для того, чтобы видеть точную угловую позицию и измерять угловые величины. То есть также на данную вкладку мы можем отобразить другие сигналы. В данном случае на вкладку фазу я вывел сигнал управления форсовки. Посмотрим, как у нас выглядит сигнал управления форсовки данного двигателя. У нас есть за полный цикл работы несколько импульсов, которые мы можем увидеть при помощи токовых клещей. В данном случае у нас есть предвпрыск. То есть сначала у нас происходит предвпрыск, потом у нас основной впрыск. К сожалению, с данного двигателя не совсем правильно была снята осциллограмма. У нас диапазон токовых клещей неправильно был выбран и обрезана осциллограмма. То есть не всю форму сигнала у нас видно. Но тем не менее мы отчетливо понимаем, что это у нас есть предвпрыск. Это у нас основной впрыск. И есть у нас еще участок осциллограммы, на котором мы видим работу блока управления по зарядке внутренних конденсаторов. То есть блок управления создает серию кратковременных импульсов, которых недостаточно для открытия форсовки. Но тем не менее эти импульсы создают достаточно большой индуктивный всплеск. И этот индуктивный всплеск используется для зарядки внутренних конденсаторов до величины, которая нужна для быстрого поднятия электромагнитно-форсунки, для того, чтобы быстро привести в действие нашу форсунку. То есть в данном случае, если мы этот сигнал отобразим на вкладке фаза, мы получим вот такое поле. Вот такое поле оборотов я отключу сейчас, чтобы мы понимали, где у нас сигнал полезный отображается. И график оборотов позволяет нам понять, на каких режимах, какой сигнал блок управления выдает на управление данной форсункой. То есть мы видим, что у нас по мере вращения нашего двигателя, у нас подается сначала предвпресс, импульс предвпресска, потом подается импульс основного впресска. Мы можем его даже растянуть, детальнее рассмотреть. Мы можем натянуть нашу сетку, для того, чтобы мы понимали, какой у нас угол опережения впресска, какая угловая величина импульса предвпресска, какая угловая величина импульса основного впресска. Также мы видим участки, на которых отключается предвпресс. То есть вот у нас в режиме холостого хода, если я включу сейчас график оборотов, мы видим, в режиме холостого хода у нас есть и предвпресс, и основной впресс. Дальше, по мере увеличения оборотов, у нас тоже сохраняется предпресс. Тут предпресс кратковременно отключается. После отпускания педали акселератора, оба впресса отключается, двигатель уменьшает обороты, заходит в режим холостого хода. В режиме полной нагрузки, у нас, если мы рассмотрим, какое-то время двигатель работает, блок управления выдает сигнал на предвпрыск, в определенный момент у нас предвпрыск отключается, работает только с основным впрыском. И опять же, спрос оборотов, то есть в данном случае у нас отпускалась педаль газа, впрыска не происходила. Также мы можем видеть здесь, в нижней части экрана, импульсы на зарядку блока управления нашего конденсаторов в блоке управления. То есть они отображаются менее насыщенным цветом. Значит, чем цвет светлее, тем у нас ниже напряжение. Чем цвет у нас темнее, тем у нас выше напряжение. Мы можем также инвертировать цвета, если мы инвертируем нашу осциллограмму. То есть в любом случае у нас различные цвета отображают различный уровень напряжения. Там вопрос кто-то хочет задать? А это осциллограммы Сопель Виварус пьезо-форсунка. Да, это пьезо-форсунки. Это пьезо-форсунки. А, виноват, виноват, виноват. Нет, 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 это у нас электромагнитная форсунка. Уже осциллограмма, то есть токовые клещи, исходя из осциллограммы токовых клещей, это у нас электромагнитная форсунка. Да, да, все правильно. Электромагнитная, электромагнитная. и классненько было бы если все 4 форсунки а здесь никаких проблем нет сейчас мы к этому вернемся то есть таким образом если сейчас мы детально рассмотрим вкладку эффективность мы можем видеть скажем так не совсем адекватную работу двигателя то есть во первых у нас есть отклонение по одному цилиндру это у нас 4 цилиндр плохо работает а также мы видим что работа двигателя после определенных оборотов становится нестабильная то есть у нас цилиндры периодически отключаются то включаются то выключаются также похожую ситуацию мы наблюдаем и в этом режиме то есть у нас газ полный нажали обороты поднимаются эффективность более-менее нормальная ну тут один цилиндр сначала выпадает а потом все цилиндры начинают лихорадочно то включаться то выключаться плохо работает и только вот в этом режиме более-менее опять восстанавливается работа двигателя и обороты дальше начинают подниматься если мы перейдем на вкладку фаза и рассмотрим что у нас происходит в этот момент с нашим двигателем мы можем увидеть что как только у нас как только у нас отключается предвпрыск предвпрыск а сейчас вот на этой вкладке фаза то есть как только у нас отключается предвпрыск в этой позиции эффективность работы цилиндров начинает уменьшаться давайте я сейчас сделаю вот так и здесь подберу соответствующие масштабы то есть и буду переключаться вот вкладка эффективность и вкладка фаза то есть получается что отключение предвпрыска приводит к тому что двигатель начинает работать хуже ну почти что отключается то есть если мы посмотрим следующий участок смотрим вот раз два три это мы рассматриваем тот же у нас участок работы нашего двигателя смотрим обороты они же и фаза здесь то есть у нас идет набор оборотов отключается предвпрыск обороты падают опять включается предвпрыск обороты поднимается и на вкладке эффективность мы видим что у нас есть эффективность перестала скажем так упала эффективность работы двигателя то есть нет воспламенения в цилиндре опять включились в работу снова выключились значит почему так происходит я могу высказать скажем так свое предположение тут у нас есть достаточно много дизелистов мы можем даже поддискутировать немножко на этот момент на насчет вот этого вопроса дело в том что предвпрыск на современных двигателях достаточно важный для нормальной работы двигателя я немножко скажем так отойду сейчас вообще от темы вот этих скриптов буквально так пару минут выскажу свое мнение насчет предвпрыска в работе двигателя то есть львиная доля информации которая есть там и в интернете и в книжках в большинстве случаев нам указывает что необходимость предвпрыска связана с необходимостью понижения скажем снижение детонации двигателя и уменьшение шума двигателя но после того как я начал анализировать работу двигателя при помощи астонографа на разных режимах я пришел к выводу что скажем механизм более сложный вообще-то нужно скажем понимать для того чтобы понять почему происходит снижение детонации то есть снижение громкости работы двигателя я бы высказал свое понимание работы двигателя с предвпрыском в принципе скажем мое вот это объяснение оно не идет вразвес с общепринятым единственное что в литературе я не находил такого детально подробного описания как происходит процесс как происходит горение с предвпрыском и без предвпрыска после того как я провел определенный скажем так цикл различных экспериментов то у меня сформировалось определенное понимание как эти все процессы происходят и это понимание дало мне возможность возможность анализировать и диагностировать некоторые неисправности которые раньше я не связывал с неправильной работой форсунки а именно с формированием предвпрыска значит на сегодняшний момент я рассматриваю работу дизельного двигателя с предвпрыска таким образом получается что к моменту когда блок управления дает у нас импульс на форсунку для формирования предвпрыска у нас в цилиндре есть уже сжатый воздух до определенного давления и этот воздух у нас нагреет до определенной температуры в отличие от более старых двигателей новые двигатели в большинстве случаев имеют значительно ниже степень сжатия это связано с тем что необходимо увеличивать мощность и производители уже столкнулись с проблемой подошли вплоть к механической прочности материалов то есть поскольку у нас максимальная нагрузка на детали нашего двигателя происходит именно в верхней мертвой точке то есть когда у нас очень большое сжатие очень большое давление в цилиндре а плюс еще это давление увеличивается пропорционально тому количеству топлива которое у нас сжигается в цилиндре давление на поршень уже очень большие и механической прочности деталей нам недостаточно тем более что механическую прочность мы можем получить за счет увеличения размера и массы деталей а поскольку мы стремимся к увеличению оборотов то есть эта масса для нас является тоже проблемой у нее эта масса создает уже силы инерции которые опять же борются с нашей механической собственности один из способов борьбы с данной ситуацией есть снижение степени сжатия то есть если мы снижаем степень сжатия соответственно у нас пик давления верхней мертвой точки становится ниже и мы можем получать увеличение мощности работы двигателя не превышая силы которые приводят к разрушению нашего двигателя но мы сталкиваемся с другой проблемой дело в том что если мы снижаем степень сжатия соответственно снижается температура воздуха который у нас в верхней мертвой точке воздуха который находится в цилиндре и это приводит к проблеме с воспламенением значит сразу скажу что я не нашел в документации упоминания о том что топливо может цилиндр охладить исполнить что то я начал проводить эксперименты чтобы топливо начинает попадать в цилиндр если маленькая доза может вспоминиться то топливо впереди но я начал делать эти â когда температуры в цилиндре достаточно для воспламенения, к примеру, одного миллиграмма топлива. Но если мы в этой же ситуации впрыскнем одновременно 5 миллиграмм, мы можем охладить цилиндр настолько, что уже воспламенение не произойдет совершенно. То есть получается, для того, чтобы у нас не сталкиваться с этой ситуацией, производитель сначала впрыскивает маленькую дозу, выдерживает время, которое необходимо для того, чтобы эта доза распылилась, испарилась, ну фактически нагрелось топливо, дальше испарилась, пары нагрелись до температуры вспышки, после этого исходит воспламенение этих паров, и только после воспламенения мы можем начинать впрыскивать следующую дозу. То есть если мы впрыскнем топливо раньше, мы можем охладить камеру сгорания настолько, что у нас воспламенение не произойдет совершенно. То есть таким образом, предвпрыск, он не только вызывает снижение мощи, снижение шума, а также помогает воспламенять топливо. То есть, ну, кстати, сейчас я могу высказать, скажем так, свое понимание, как происходит, за счет чего происходит снижение шума двигателя. Дело в том, что очень часто в литературе просто вспоминается, предвпрыск снижает уровень шума. Изначально я считал, что этот шум, он у нас просто получается, вот если мы впрыскиваем там 5 мг, вот у нас молоточек там 5 грамм, мы стукнули по наковальне, вот наши 5 мг. Если мы разделяем на предвпрыск, у нас получается 2 мг предвпрыск, 3 мг основной впрыск, значит мы просто стукаем двумя молоточками. Вот нам 2 грамма, вот нам 3 грамма. И вроде бы, как бы, у нас уже не такой тяжелый молоточек, не такой резкий подъем. Но я так понимаю, на сегодняшний день я по-другому на это смотрю. Значит, там, я так понимаю, снижение мощности звука происходит в разы меньше, не только из-за того, что мы делим дозу пополам. Значит, после того, как мы впрыскнули, значит, если мы будем впрыскывать очень большую дозу одновременно, процессы в деталях должны выглядеть приблизительно так. То есть у нас начинается впрыск топлива. То есть топливо движется струей в горячем воздухе, нагревается, испаряется, пары начинают набирать определенную температуру, и это все происходит одновременно. То есть пока у нас топливо движется в нагретом воздухе, у нас происходит впрыск. То есть и получается, чем быстрее мы впрыскиваем это топливо, тем больше мы охлаждаем камеру сгорания, и момент между началом впрысков и начала воспламенения, он увеличивается. То есть маленькую дозу мы можем впрыскнуть, она быстренько нагрелась, и, например, через микросекунду уже может воспламениться. Если мы продолжаем дальше впрыскивать, мы охлаждаем камеру сгорания, тем самым увеличивая время от начала впрыскивания до момента воспламенения. То есть вплоть до того, что мы можем продолжать впрыскивание топлива настолько долго и, скажем, с такой интенсивностью, что мы можем охладить нашу камеру сгорания, так и не дождавшись, чтобы пары топлива нагрелись до точки воспламенения. К чему это приводит? Дело в том, что по мере распространения нашего топлива по камере, у нас увеличивается облако перегретого, облако пара топлива, которое должно воспламениться. И поскольку у нас температура падает по мере испарения нашего топлива, мы фактически оттягиваем время начального воспламенения. Как только температура нашего облака в любой части нашего цилиндра достигнет момента воспламенения, происходит такая ситуация. То есть вот это облако в крайней зоне нашего цилиндра начинает воспламеняться. То есть поскольку у нас есть локальное воспламенение, увеличивается температура и соответственно увеличивается давление. Поскольку давление у нас в общем объеме будет одинаковое, практически одинаковое во всех точках цилиндра, то есть локальное увеличение давления в этой точке, где у нас начало горение, вызывает увеличение давления по всему цилиндру. И поскольку пары газа у нас уже были на границе воспламенения, локальное воспламенение в одной точке вызывает поднятие давления и соответственно температуры по всех остальных точках цилиндра. И у нас воспламенение малейшей дозы в одной части цилиндра вызывает мгновенное воспламенение всей дозы топлива, которая была впрыскнута до этого момента. И у нас происходит взрыв всего топлива, которое сейчас в цилиндре. Если у нас будет предвпрыск, тогда у нас ситуация меняется кардинально. То есть мы впрыскиваем маленькую дозу и прекращаем впрыск. Эта доза движется по цилиндру, нагревается, испаряется, газ наш перегревается до температуры вспышки и у нас воспламеняется доза, к примеру, 1 мг. То есть если в предыдущем примере у нас взрыв мог происходить одновременно, к примеру, 10 мг, то в данном случае у нас взрыв происходит только 1 мг. После того, как эта доза у нас воспламенилась и загорелась, у нас давление и температура в цилиндре значительно поднялись. И когда мы начинаем впрыскивать уже основную дозу топлива, нам не нужно впрыскивать все 10 мг до момента воспламенения. Уже после первого или второго мг топлива у нас уже топливо начинает гореть. И мы плавно, факт, да, то есть фактически взрыв будет соизмеримый с одним мг, например, предвпрыска, и уже при 1 мг у нас воспламенится основная доза. И впрыск остальной дозы происходит уже в пламя, то есть без вот этого взрыва. То есть я так понимаю, вот так происходит у нас процесс воспламенения, и именно благодаря тому, что у нас взрыв имеет значительно меньший объем, у нас шум значительно уменьшается. И не только шум, а и ударные нагрузки на все механизмы нашего двигателя. И тут еще возникает интересная ситуация. Дело в том, что если мы начинаем работать без предвпрыска, мы можем получить ситуацию, когда в цилиндре топливо совершенно не воспламеняется, что мы наблюдаем на данном графике. То есть получается, что когда у нас двигатель работает с предвпрыском, у нас впрыскивается небольшая доза, хотя температура в цилиндре не очень большая, но вот количество нагретого воздуха достаточно для того, чтобы предвпрыск воспламенился. После того, как воспламенился предвпрыск, мы туда можем впрыскивать основную дозу, температуры достаточно, чтобы данное топливо у нас загорелось. Если мы начинаем впрыскивать основную дозу без предвпрыска, скорость и количество топлива у нас настолько большое, что распространение нашего облака происходит с охлаждением объема цилиндра и приводит к тому, что у нас смесь не воспламеняется в цилиндре полностью. Мы его просто тушим этим топливом приблизительно так, если бы мы попробовали, к примеру, поджечь ведро солярки на маленьком костре. То есть мы взяли бумагой, зажгли бумажку, туда капнули солярки, она загорелась, мы можем дальше подливать уже солярки. Но если мы зажгли бумажку и налили туда сразу с ведра, мы просто это все получим. Слушаю вас. Владимир Николаевич. Да, я, конечно, извиняюсь, мы здесь не претендуем на урок, оно как-то все правильно, но хотелось бы чуть-чуть вас подправить. Чуть-чуть. Он с большим удовольствием вас послушает. Потому что нам интересно слушать, но все-таки мы как бы собрались для, на самом деле, передачи информации. Кто-то один знает одно хорошо, другой знает все, и в целом мы будем представлять информационную силу. Да. Поэтому основная цель именно предвпрызга, есть у дизельных двигателей, есть такое слово, как период задержки воспламенения. Да. Преодность задержки воспламенения, это момент от начала впрызга топлива до момента возгорания. Так вот, все дизельные производители топливной температуры стремятся, чтобы этот момент периода задержки воспламенения уменьшить. Так. Потому что топливо сгорает именно дизельное, очень быстро. Чем больше цитановое число, тем больше оно сгорает, тем больше работает экономичный дизель. Поэтому дизельное топливо, оно не горит, оно взрывается. Фух. То есть, это в бензинном двигатель, естественно, мы хотим наобратно, мы хотим увеличить октановое число, чтобы именно то топливо в крайней точке, как у москвича, оно не воспламенялось из-за вот этой вот, ну, ситуации напряженной. То есть, поэтому происходит впрызг, для чего? Чтобы впрызг подкидывает температуру в камеру сгорания, происходит горение, и уже последующее топливо, которое летит, оно уже летит и моментально, плавно сгорает, уменьшая жесткость работы, уменьшая. А когда у нас топливо, вот, Ford Transit, все слышали работу Ford Transit? Вы и дизелисты, которые регулировали форсунки, они видели, как эта форсунка работает, только прикоснулся, все, и все закончено, он работает жестко. Потому что топливо впрыскивается, а температура еще не начинает гореть, но топливо летит, и на тот момент, когда уже половина топлива впрыснулась, это топливо начинает сгорать, и сгорает все моментально. То есть, дизелю, честно говоря, оно не потушит дизель, дизель это такая фирма, а мысли... Почему не работает вот тут цилиндры, объясните мне. Нет, нет, я именно... Не успевает возложить атомы углерода. Нет, так как вы... Я именно объясняю... Казловод не успевает... Ну вот вы объясняете, то есть, объясните, почему цилиндры выключаются? Сейчас, 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 я к этому вернусь. То есть, я именно от вас подтверждаю, вы, в принципе, все правильно говорите, Ну, вот я хочу все... То есть, вы против такой формулировки, что топливо может потушить горение в цилиндре? Топливо не потушить, что может... Вы против, да? Там может быть, там разнос, оно может быть... Почему? Объясните, объясните... Решает, что за предпрыска будет обратный эффект. Так, подождите, вот мы сейчас к этому вернемся. Почему не горит топливо в цилиндре в эти моменты? Объясните. Давайте я сейчас наоткну именно вот эту ситуацию. То есть, в первую очередь, это уже второй вопрос. О, ЦСС. Первый вопрос, это, почему делают предпрыс? Почему делают предпрыс? Почему делают предпрыс, и объясняют. Хорошо. Это насос фасунки, это... Мы одинаково с вами объяснили. Почему делают предпрыс, для того, чтобы уменьшить время между воспламенением и... Да, и чтобы топливо... Почему не горит топливо в этой... То есть, вот вы... Но там, во всей вероятности, проблемы с фасунками. Хорошо, я вам... Я вам дам еще один ответ. Вы мне задавали вопрос, и я вам сейчас на него дам ответ. Скажите мне, кодировка фасунок может приводить к тому, что на холодном двигателе у нас будет троение и белый дым? Изменение кодировки приводит к тому, что у нас двигатель начинает работать нормально. Объясните. Почему? Кодировка фасунки, это корректирует момент. А вы изверили, что момент? И момент, и... Ни в коем случае не момент. Вот в этом и проблема. То есть, не момент. Вы для себя этот вопрос ответили, что кодировка изменяет момент. Кодировка момент не изменяет. Это можно подтвердить осциллографом. Кодировка меняет только объем впрыска. И вот ваше, как раз ваше видение, как и мое раньше, тоже я был уверен, что у нас предвпрыск не влияет на воспламеняемость. То есть, на сегодняшний день, после того, как я пересмотрел свою модель работы дизеля и пришел к выводу, что у нас топливо может потушить воспламенение в цилиндре, после этого, фактически, я смог ответить на вот этот ваш вопрос. Дело в том, что если у нас кодировка изменяет количество впрыскнутого топлива, а в основном у нас кодировка сейчас используется на большом количестве современных двигателей, особенно с пьезофорсунками, которые работают на очень малом времени впрыски, работают с очень малыми дозами. После того, как производителям пришлось уменьшить степень сжатия, им приходится делать несколько впрысков. То есть, мы делаем первый впрыск, очень маленький, потому что тегустратора в цилиндре у нас очень маленькая, особенно на холодном двигателе. Мы впрыскиваем мизерную дозу, она воспламеняется, мы дальше уже можем впрыскивать больше дозу, которая воспламеняется. Потом мы впрыскиваем еще больше, и только тогда мы впрыскиваем основную дозу. Если кодировка приводит к тому, что у нас количество топлива уменьшается, тогда у нас предпрыски настолько маленькие, что не позволяют подогреть нашу камеру сгорания для воспламенения следующей дозы. Если предпрыск очень большой, тогда он сам не воспламеняется, потому что очень большая доза. По крайней мере, на сегодняшний день, к сожалению, этой информации я не вижу нигде в литературе. То есть, в таких деталях никто это не объясняет. Но только вот такое видение позволило мне по-другому взглянуть на процессы происходящие, и я смог дать ответ, почему кодировка форсунки приводит к тому, что у нас хоть малое количество предпрыска, хоть большое количество предпрыска, приводит к тому, что двигатель на холодную начинает проить. С белым дымом воспламенения нету. Правильная кодировка форсунки приводит к тому, что данный двигатель начинает работать нормально, и воспламенение на холодном пиателе происходит нормально. То есть это мое, я могу ошибаться. Но убедите меня. Такие же питания. А я тогда поясните такие випадки в дизеле, когда распыливаешь просто ле, конскую дозу ле, но ничего вы не тушите, все равно робит. Какой двигатель? Какой двигатель? Не, не сиди. Скажите мне, у транзита, какая степень сжатия у транзита? Объясняю. У транзита порядка 21 единицы. Степень сжатия. Потому что транзит, это я вошел в транзите без надува. Двигателя уже с надувами, у них степень сжатия уменьшается. Потому что у них увеличивается максимальное давление пассет, которое может привести к повреждению. При большой степени сжатия, даже при неправильной кодировке форсунки, мы будем иметь воспламенение в цилиндрах. Но поскольку производители начинают увеличивать метровую мощность, им приходится уменьшать степень сжатия. Им приходится искать другие способы воспламенения нашей дозы. Тем более, что на сегодняшний день при помощи топьеза форсунок у них есть такая возможность. То есть это мое видение. То есть я могу ошибаться, но в данном случае я считаю, что проблемы с воспламенением топлива у данного двигателя... Вот я вам приведу пример. Значит, трафик 1.9 ТЛИ. Попробуйте отключить у него турбину и попробуйте поднять обороты двигателя выше 2000. Он дымит, плюет черным дымом, черный-белый дым и не может пройти 2000 оборотов. Подключайшему турбину он поднимает. Но именно это только трафик. Почему? Почему? Какая разница? На трафике это просто донирование. А я вам скажу почему. А я вам скажу почему. Потому что трафик отключает предпрыск на 2000. Другие системы, как правило, этого не делают. То есть предпрыск удерживается и на повышенных оборотах. Как раз вот этот дым и возникает в момент отключения предпрыска. Смотрите, что происходит. Это, скажем, мое видение. Я могу ошибаться, но... Нет, но мы все делимся с выведением. Да, да. Смотрите. Значит, происходит такая ситуация. Пока у нас есть впрыск. У нас впрыскается маленькая доза, которая способна воспламениться при данной температуре и объеме воздуха, который у нас находится в цилиндре. Подогревает камеру сгорания и подготавливает камеру сгорания для воспламенения основной дозы. По мере поднятия оборотов, то есть при 2000 на неисправном двигателе с подключенной турбиной, мы получаем уже значительный наддув. Поскольку наддув уже у нас есть, количество воздуха попадает в цилиндры значительно больше и температура в цилиндре даже при данной степени сжатия уже достаточная, чтобы воспламенить основную дозу без предпрыска. Но как только мы отключаем турбину и блок управления на 2000 впрыск отключает, мы сталкиваемся с ситуацией, когда основная доза впрыскивается под давлением. Тут, кстати, еще обратите внимание, тут важно не только объем впрыска, а и давление впрыска. То есть получается, с какой скоростью топливо поступает у нас в цилиндр. То есть если мы вот этот объем будем впрыскивать за более длительное время, тогда он воспламенится. Но поскольку мы его резко впрыскиваем, так как будто мы с ведра выливаем солярку на костер, понимаете? Если мы это ведро в костер вильнем потихонечку, оно будет гореть. Но если мы возьмем с ведра туда бухнем, мы его получим кучу белого дыма. Мне все-таки кажется, что то количество дубля, которое впрыскивается, оно ничтоже по сравнению с тем цилиндром. А это можно посчитать. А это можно посчитать. А там его хрен посчитает. Я могу это посчитать. И зная теплоемкость воздуха, объем цилиндра, мы можем вместе с вами сесть, это пересчитать и увидеть это в цифрах. Сколько у нас этого топлива, то есть мы впрыскиваем, насколько мы можем охладить температуру нашим цилиндром. Это лабораторная так сказать. Да, хорошо. То есть давайте пока что этот вопрос оставим открытым. Я с большим удовольствием его хотел бы обсудить. Пока что я предлагаю двигаться дальше по... На заметку по поводу конструкции, которые можно охладить дверь. В нашей практике был МСДС-листом с пьезопорсунками, на котором выгорели раскрытие, который уже в разнос уплавили дверь. То есть там как бы тоже с уменьшенной степень унижатия дверь, но там вешеные наньющие подсунки ничего не обсудили. Так а в чем проблема? Если уже дует турбина, если уже дует турбина, если дни на теле горячие, там уже топливо можно сведралить. Понимаете? Тем более, когда ты... А кто определил курсовый доз в личном паузе, то именно обороны, или обороны, или обороны в лошадьском паузе, закоксовывание отверстий самого пауза. Ну ладно, давайте пока что поставим этот вопрос на паузу. Я высказал свое мнение, просто я почему привел этот пример, почему мы начали это обсуждать. Вот в данном случае четко видно, что у нас отключение цилиндров как раз-то связано с отключением предвпрыска. То есть у нас обороты поднимаются до момента отключения предвпрыска. Отключился предвпрыск, у нас объем топлива есть, но цилиндр не работает. Цилиндр отключается полностью. Включился предвпрыск, опять поднимается. Аналогично здесь идет активное поднятие оборона. Как только отключается предвпрыск, очень плохо начинает работать двигатель. До момента поднятия оборота уже выше какого-то определенного предела. То есть уже... Решение проблемы... Ну, возможно, турбина, да. Возможно. А это вопрос, что, какого-то несогласования? Нет, это не согласование. Я считаю, что вот такая ситуация как раз связана с тем механизмом, то есть, скажем, с тем детально рассмотренными процессами, которые происходят в двигателе. То есть просто почему этот вопрос я еще раз поднял? Я считаю, что данная тема в литературе освещена недостаточно точно. недостаточно точно, и она не позволяет нам, скажем так, ответить на те вопросы, которые у нас периодически возникают в процессе диагностики дизельного ответа. То есть я высказал свое мнение, показал какие-то примеры, которые... У меня, в принципе, есть еще несколько примеров, которыми я могу, скажем так, но не то, чтобы подтвердить, то есть на основе которых я все-таки пришел к такому видению процессов горения в двигателе. И в данном случае просто я вам показываю, что вкладка фаза как раз позволяет понять происходящие процессы. То есть мы по вкладке фаза четко видим, когда у нас происходит отключение предвпрыска и как себя ведет двигатель. То есть в данном случае я считаю, что... Как мы устраняем? А тема лекции уже будет на съезде, а лучше что на весну. Дайте ей нормальную турбину и будет она работать. То есть почему турбина, почему без турбины трафик троит, а с турбиной... То есть я не мог ответить на этот вопрос. То есть почему, например, тот же Т-4, ему есть турбина, нет турбины, он тебе есть. Ну да, не та сила, но нет утроения. Почему трафик начинает троить? Вот я для себя никак не мог найти ответ. Я понимал, что... Маленькое количество воздуха опусталось быстрее. Да, то есть получается турбина создаёт достаточное наполнение воздухом цилиндр. В процессе сжатия температура поднимается уже настолько, что достаточное для распламенения дозы действие в процессе. Хорошо, всё, поехали дальше. А здесь проблема связана с недостаточным надугом. То есть это мы знаем, но никто не мог объяснить механизм. То есть я попробовал объяснить этот механизм. И, кстати, после того, как я начал использовать вкладку... Микрофон. Микрофон. Кроме проблем с датчиком РОС-предвала, также наблюдается плохая работа цилиндров после поднятия оборотов двигателя выше 2000. То есть после детального анализа вкладки фаза я выяснил, что плохая работа цилиндров вызвана отключением предвпрызка в блоке управления, что для данного блока является нормой, поскольку на исправном двигателе у нас давление наддува к моменту набора 2000 становится достаточным для того, чтобы воспламенять данную дозу топлива без предвпрызка. То есть в данном случае после анализа вкладки фазы и анализа вкладки эффективности помимо того, что мы устранили неисправность по датчику РОС-предвала и поставил вопрос о ремонте турбины, после этого данный двигатель будет работать нормально. То есть вот так, понятно? Я согласен полностью. Я согласен. Отлично. Отлично. Поехали дальше. То есть здесь... А как эти сигналы без вкладки? Ну а когда турбина отремонтировалась? Работа? Работа, да. Значит, смотрите. Просто идет речь о том, что анализировать... Да. Анализировать данные сигналы без вкладки фаза значительно сложнее. То есть для того, чтобы понять, где у нас впрыск был раньше, где меньше, на каком режиме у нас впрыск включился, выключился, как поменялась работа мотора, то есть без вкладки фаза, занимает в разы больше времени. То есть вкладка фаза позволяет практически одним взглядом оценить данный сигнал. То есть вот сигнал управления фазом. Гитрэй, еще интересное задержание. Вот тут зараз есть фаза 2, фаза 3. А як его запустите, чтобы... Хорошо, еще раз. Запускаем скрипт, указываем коленвал, распредвал. Тут мы можем указать... Да, да, коленвал, синхронизация. Вкладку фазу мы можем рисовать одну вкладку по любому сигналу, например, по коленвалу. Вот тут указывается количество вкладок, какие выводят. Канал, номер канала, какие выводят. Да, мы указываем, какой канал нарисовать на вкладке фаза. Мы можем ничего не нарисовать или выбрать другой. А вот эти, вот эти там есть синхронизация, значит, там, коленвала, так дальше, это уже задается по названию самого канала. Ну вот, вот, смотрите, у нас первый канал, это у нас... Нет, ну задается вот там. Имя канала, вычитываете? Да, да, вот тут. Да, первый канал, коленвал. И вот это вот название по-моему, заступает. Второй канал, синхронизация. Третий канал, это распредвал. Четвертый канал, без имени. То есть, вот, мы запускаем наш скрипт, ему для выполнения скрипта CSS нужен сигнал датчика. Вот эти названия, оно подтягивает из этих названий. Да, да. И мы указываем. То есть, если нам нужно только одну вкладку фазы, тогда мы сразу же ее тут указываем. Если нам надо несколько вкладок одновременно анализировать, мы указываем любой, и во втором окне у нас спрашивают, для первого рисовать фазу, а для второго, а для третьего, а для четвертого. То есть, мы указываем, сколько вкладок нам надо проанализировать, для того, чтобы облегчить эту вкладку. что-то стало шумно. Кто хочет поговорить, может, в принципе, выйти поговорить вместо меня. Все, идем, выйдем. Все, мы замолчали, запомнили войну. Но это же хорошо, что... Есть желающие поговорить вместо меня? Можно вопрос. Хмельницкий, пожалуйста, можете поговорить вместо меня здесь? Опа, тишина, все. Хорошо. Продолжим. Нет, с удовольствием я могу уступить в место пока что. Пока у меня есть желание. Значит, смотрим дальше. Он генометт с этим был. Какие... Ну, еще один пример я приведу. Это у нас, да, вот, кстати, Lexus гибрид. Lexus гибрид. У нас датчик коленвала, два сигнала с распредвалов, и сигнал управления катушкой зажигания. Вот так выглядят наши сигналы. После того, как мы выполняем скрипт, мы указываем тоже коленвал синхронизацию, вкладка фаза другой, потому что мы хотим несколько их выбрать, четырехтактный бензин, порядок работы и так дальше. Вот, по всем каналам, по всем каналам я рисую вкладку фаза. Значит, дело в том, что вкладка фаза очень хорошо помогает анализировать работу системы ВАНОСов. Ну, скажем, это в терминологии BMW, или изменяемая фаза распредвала. То есть, на многих двигателях у нас меняется фаза. и достаточно сложно отследить работу этой системы. Двигается, не двигается. Если у нас как бы единичный импульс, то еще куда не шло. Но когда у нас сложная форма, попробовать понять, что у нас происходит на данных графиках, достаточно тяжело. То есть, вот на примере данного Лексуса у нас получается, ну, это сигнал датчика коленвала. То есть, на данной вкладке мы можем видеть, что в процессе вращения у нас, скажем, каждый зуб генерирует у нас стабильный сигнал датчика коленвала. А вот это сигнал датчика первого распредвала. То есть, мы видим, что у нас в режиме холостого хода более поздняя фаза, в режиме холостого хода более поздняя после поднятия оборота у нас распредвал смещается в более раннюю сторону и опять в позднюю на холостых. Опять, то есть, угол смещения нашего распредвала мы можем сделать оценку, если мы его немножко приблизим. То есть, получается, тут где-то, скажем, пик порядка где-то на 70 градусов, здесь он у нас сдвигается на сколько это у нас? Где-то на... 80. Смотрите, если у нас сигнал, тот, который мы анализируем, имеет четкие фронты, тогда легче его анализировать. Если у нас размытый, скажем, как такой обманный маневр, обходный вариант, я выделяю часть сигнала и он в процессе выделения становится достаточно контрастные фронты, получает. То есть, таким образом, немножко легче нам, скажем, сделать оценку на сколько происходит смещение. В данном случае, ну, чуть больше 10 градусов. Просто выделение, то есть, мышкой тянем. Мышкой тянем и он у нас плавно размытый становится уже с четкими зонами. Это впускной вам? Это у нас, да, скорее всего, впускной. Я, честно говоря, сейчас закручусь. Там у нас, мне кажется, впускные дверки с ростом воротов. Ну, это вот два распредвала в обоих это на месте нагазовали. На месте нагазовали. Ход не провали. Еще раз. Ход не провали. Ну, нет никаких проблем проверить это. Проблем нет, но там будет должно быть по-разному. Ну, То есть, дело в том, что в большинстве случаев диагностику мы проводим на месте, мы выезжаем со всеми диагностическими приборами только в случае, если у нас неисправность не показывает себя на месте, а показывает в дороге. То есть, в данном случае вкладка фаза позволяет нам увидеть работу системы изменения фазы распредвала. То есть, понятно, как это происходит? Понятно. Сейчас более детально я рассмотрю, ну, тут еще, кстати, можем рассмотреть, как происходит у нас управление катушкой зажигания. То есть, у нас блок управления дает сигнал на зарядку катушкой и в конце зарядки у нас происходит подача искры в целитах. То есть, в данном случае интересно, что блок управления в режиме сброса газа практически полностью выключает зарядку катушки. импульс сохраняется, но очень кратковременный, то есть, практически искра отключается полностью. То есть, мы это можем наблюдать на осциллограмме. То есть, 8.78 у нас время, на котором нас интересует. Переходим в данную позицию. Так, 8. Вот импульсы. О, видите? Вот наши импульсы зеленые стали очень коротенькие. То есть, найти этот участок на осциллограмме, конечно, можно, но значительно сложнее, чем анализировать этот график у нас на вкладке фаза. Тем более, что здесь мы почетливо видим любое отклонение в нашем сигнале. Хорошо, следующий пример. Следующий пример. Ага, вот такой пример. Значит, дело в том, что система изменения фаз газораспределения, мало того, что она должна изменять наш угол поворота. То есть, иногда мы сталкиваемся с ситуацией, когда система у нас не двигается, но нам надо еще оценить, есть ли управление данной системой. Управление, как правило, выполняется при помощи электромагнитных клапанов. То есть, мы можем сделать запись одновременно с сигнала датчика распредвала и сигнал управления данным клапаном. Дело в том, что поскольку данный клапан является у нас электромагнитным, а электромагнит изменяет свое воздействие пропорционально току в цепи, очень желательно записывать вместе с током, при помощи токовой прищепки. Хотя, нет никаких принципиальных сложностей использования обычного щупа, то есть, для того, чтобы мы рассматривали сигнал, то есть, изменение скважности сигнала управления. Но дело в том, что наличие скважности не дает нам 100% ответа, есть ли у нас изменение тока. То есть, если у нас, к примеру, клапан имеет очень большое сопротивление, блок управления может не записать ошибку, блок управления будет изменять скважность управления, по осциллограмме мы его видим, и точно сказать, или у нас есть там ток, или нет, лучше все-таки использовать токовые клещи. Вот в данном случае, мы на данном автомобиле подключили токовые клещи к клапану управления, у нас есть сигнал с датчика коленвала, у нас есть сигнал искры и сигнал датчика распредвала. мы можем запустить наш скрипт, указать, что коленвал синхронизация и укажем другой для вкладки, так давайте, чтобы было чуть быстрее синхронизация, я коленвал отключу, дабы у нас не забирало нашего драгоценного времени. Вкладка фаза строится не очень быстро, но у меня и ноутбук достаточно слабенький, то есть у кого более-менее быстрый ноутбук, происходят расчеты достаточно быстро. Вот мы видим, двигатель в принципе по вкладке CSS по вкладке эффективность работает неплохо, опережение зажигания более-менее нормально, вот интересно наблюдать, что в процессе сброса оборотов, когда у нас отключение топливоподачи, блок управления делает очень поздний угол опережения зажигания и дальше переходит на нормальные углы. Вот у нас вкладка фаза, здесь отображается, ну давайте вот тут, на данной вкладке у нас отображается угол опережения зажигания, угол, 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 угловая позиция распредвала, да. Поскольку сигнал распредвала достаточно сложный, он содержит множество импульсов, скажем, визуально рассматривать данный сигнал, сейчас я переключусь на осцилограмму, то есть вот так выглядит наш сигнал распредвала, то есть множество различных импульсов он выдает. То есть если мы рассматриваем его на вкладке фаза, тогда мы отчетливо видим, что у нас каждый импульс соответствует своей угловой позиции и в момент, когда у нас угол опережения, угол, угловая позиция распредвала меняется, соответственно у нас сдвигается наши полосы, которые соответствуют каждому импульсу. То есть у нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять импульсов. Это фактически каждый импульс соответствует зубу на маркерном диске датчика распредвала. и мы можем анализировать совместно с сигналом управления на данный клапан. То есть вот мы видим, что блок управления в данной позиции, то есть в это время подал у нас импульс и, скажем так, изменил ток, изменил ток и, соответственно, мы получили изменение угловой позиции нашего распредвала. После того, как у нас был отключен, скажем, управляющее воздействие, у нас позиция распредвала опять стала достаточно поздней. На следующей перегазовке блок управления меняет уже управляющее воздействие, то есть не в режиме вкл, вкл, то есть он поддерживает определенный уровень данный уровень тока для того, чтобы удерживать позицию распредвала в определенной позиции. Ну, может, не очень точно у него получается, но, тем не менее, мы отчетливо видим реакцию нашей системы изменения фаз в зависимости от управляющего воздействия. То есть, таким способом можно анализировать работу даже достаточно сложных систем. я, кстати, вот сейчас лекцию читал, я вспомнил, у меня есть очень, очень красивый пример, буквально, я сейчас секундочку вам его найду, так, это у нас вот тут, это у нас есть такой, у нас вот армада, армада, история поиска неисправности у данного автомобиля достаточно сложная. Дело в том, что данный автомобиль периодически не заводился со стартера, то есть, никаких ошибок нету, то есть, завелся, все работает, а бывает, не заводится стартером, крутит, там, на этом автомобиле перебрали вдоль и поперек, вплоть до того, что уже анализировали КАН, то есть, поступает ли сигнал от иммобилайзера, то есть, никак не могли понять, с чем это все связано. Честно говоря, я тоже не сразу понял, что вообще происходит, только после того, как я обработал сигналы при помощи вот этой вкладки фаза, только тогда я понял, что происходит с данной машиной и почему у нас не происходит, с чем может быть связана проблема у данного автомобиля, сейчас он обработает, ну вот, в принципе, уже можно наблюдать, какой, смотрите, что у нас происходит, то есть, если вот мы станем в эту угловую позицию, 2.155, 2.155, ну, я уже остановлю, в принципе, мы уже и так поняли, то есть, вот у нас есть датчик распредвала в позиции 2.55, да, или 2.155, 2.155, смотрите, давайте начинаем считать, у нас получается 3,4,2,1, 3,4,2,1, 3,4,2,1, 3,4,2,1, она сейчас может чуть-чуть, а, 155, мы не дошли еще, 3,4,2,1, 3,4,2,1, так, 3,4,2,1, 3,4,2,1, 1,4,2,1, 3,4,2,1, 3,4,2, 3,4,2,1, так, 3,4,2,1, 3,5,2,1, Первый из двух Так, значит Вот где-то здесь У нас есть проблема А мы Что-то мы смотрим Мы знаем даже где И той найти не можем Сдвиг фазы для робота Нет, у нас Ширина импульса Вот этого должна поменяться Ширина О, вот он Вот он Видите Три, а два Должен быть узкий А он широкий В конце экрана правильный Да, вот здесь два Вот смотрите, один, три, четыре Два, а вот тут Три, четыре, видите два Какой Разнос между сигналом и маленький То есть, понимаете Насколько сложно такую неисправность Найти, скажем Не имея этого инструмента И в конечном итоге То есть, когда я указал Что там проблема с этим датчиком распредвала Поменяли сначала датчик распредвала Все равно Такая же ситуация была Провод на стартер и генератор То есть, от аккумулятора Проходил мимо головки Давал на магнитного поля На датчик распредвала Отодвинули провод аккумулятора От головки Вот, и стала машина Зародиться А? Ну да, да, да На трехлитровый максимум Андрей, запустите еще раз весь анализ Сейчас еще раз Андрей, наверное, умеет Сейчас Да Да, да Мы все Практически Мы подходим к компьютеру Я только пересмотрю И ничего Интересно уже Начинаю Конечно, я еще много чего хотел вам рассказать Ладно То есть Подведем, скажем Итог данной лекции То есть Скрипт CSS Дополнился Еще одним инструментом Вкладка Фаза Который Позволяет Анализировать Повторяющиеся Сигналы И визуально Находить Скажем Отклонения Которые Происходят На данном Сигнале Причем Данная вкладка Позволяет работать С сигналом Практически Любых То есть Который Мы снимаем С двигателя С привязкой К углу Поворота Нашего Двигателя Где? Вот сейчас Армадин? Ну я же сказал То есть Провод Аккумулятора Проходил Близко Возле головки Блока цилиндров То есть Забрали провод Сторг возле датчика распредвала Забрали провод На несколько сантиметров От датчика распредвала И машина осталась Без вкладки Фазы Я тоже Не смог Поставить диагноз Эта машина Порядка Трех месяцев Без вкладки Результаты Результаты Искраны Разные датчики То есть Датчик в одной голове И датчик в другой голове Разные колесо Да То есть У нас в правой голове Просто 4 импульса И он показывает Изменения У нашей фазы А в левой голове Стоит датчик У которого Количество зубов У нас соответствует Скажем так Углу поворота Для того чтобы Управление Синхронизироваться И определить В какой цилиндр надо Искру давать В какой цилиндр Впрыск давать И вот этот датчик Давал искаженный сигнал И блок управления Не мог Засинхронизироваться Не мог Выдать импульса Причем Еще раз говорю Ошибки Никакой по датчику Распредвала Мы не получали Вероятные Вопрос у меня задали Почему На дизеле Эффективность Выше А у бензинки Эффективность Ниже Дело в том Что Ну скажем так Алгоритм Рассчитываем То есть скорее всего За счет того Что высокая степень Сжатия Даже Без сгорения В цилиндре У нас Сильно сжатый газ Дает резкое Ускорение Коленбала То есть сама идея Вообще Мы по датчику Коленбала Смотрим Насколько гладко Крутится То есть если Мы проходим Верхнюю мертвую точку Цилиндра И коленбала Резко ускоряется Мы график Поднимаем Если он наоборот Становится Медленнее Мы график Опускаем У дизеля За счет В большой степени Сжатия У него Перед верхней мертвой точкой Коленбала Сильно Замедляется И после Верхней мертвой точки Резко Ускоряется Кстати На этом Свойстве У нас Скрипт CSS Для дизеля Строит еще Один График График Сжатия График Эффективность Показывает Как ускоряется Коленбал После Верхней мертвой точки То есть Чем он лучше Ускоряется Тем выше График То есть Если он не ускоряется График У нас На черной линии Если он замедляется Значит Он ниже Черной линии У дизеля Получается За счет Большой степени Сжатия Перед верхней мертвой точкой Мы Останавливаемся И потом Опять Разгоняемся Почему Мы останавливаемся Потому что Энергия коленбала Тратится На сжатие Газа Кстати Я Перед собой Одновременно поставил Задачу Как бы залезть В цилиндр И поставить Такой Высокоскоростной Датчик Температуры Чтобы Померить Какая там Температура В цилиндре И найти причину Почему она не воспламеняется То есть Успевает она Греться Или не успевает Ну конечно Настолько Высокоскоростного Температурного Датчика А тем более Засунуть его В цилиндр Ну как бы Найти мне не удалось Но я решил Еще раз Достаточно Давление Да Но я это решил Немножечко Еще проще Значит Поскольку Температура Газа В цилиндре У нас Показывает Энергия Этого газа То есть Чем сильнее Мы его сжимаем Чем сильнее Он нагревается Тем больше У него энергия Откуда эта энергия берется? Давление Ну а давление Откуда берется? За счет энергии Вращения коленвала То есть Кинетическая энергия Коленвала Она отдается Нашему газу Газ сжимается И дальше Газ разжимается Возвращает эту энергию Нашему коленвалу Вращение коленвала Мы по СССу уже видим Соответственно Если мы видим Сколько Наш коленвал Перед верхней мертвой точкой Отдал энергии Мы понимаем Что эта энергия Ушла на нагрев Нашего газа Я нарисовал Вкладку Сжатие На данной вкладке У нас Отображается Энергия Которую Отдает Коленвал Каждому Цилиндру В процессе Сжатия То есть Она чуть Немножечко Глебная Я вот здесь Открою На этом участке У нас видно Что Все цилиндры Скажем Отбирали до коленвала Энергии Одинаково В процессе У маховика Энергии Во время Прохождения Верхней мертвой точки Если у нас Загнут Шатун Этот цилиндр В этом цилиндре Не нагревается Газ Соответственно Коленвал Не отдает Достаточно Энергии И мы проходим Верхнюю мертвую точку Более гладко Я вам сейчас Тогда покажу Пример С Загнутыми шатунами Интересно вам Определение Загнутого шатуна Без разборки По сигналу Датчика колебала А если Несколько Показать вам Несколько Покажу Вам Несколько Если Все Загнутые Тогда Я не смогу Если Неправильная Прокладка Головки Данный Метод Это Относительная Диагностика Мы сравниваем Один цилиндр С другим Если У нас Есть Разница Проблема Ну Давайте Посмотрим Вот Приехал ко мне Такой эксперт Значит Сняли Машину купили в Днепропетровске Пригнали домой С утра машина Традит Сняли форсунки Не помогло Отремонтировали головку Не помогло Приехал он ко мне Я говорю Я могу попробовать В тот момент Еще Диагностика Моя Не была Обката Недостаточно Была Примеров Я Записываю Холодная Машина Вот так Традит Два цилиндра Работает Два валяются Внизу Дымит Традит Не работает Хорошо После того как чуть-чуть подогрелся двигатель У нас работа более-менее выровнялась И я смотрю на вкладку сжатия Значит Дело в том что Вообще Вкладка сжатия Скажем так Достаточно Такой инструмент Он очень чувствительный То есть Мы измеряем Очень точно В районе верхней мертвой точки Для нас очень важно Правильно Указать Где эта верхняя мертвая точка Потому что если мы Начнем уже после верхней мертвой точки Мы уже совсем Не не те результаты получим Если мы уйдем далеко от верхней мертвой точки Мы тоже не поймем Что там происходит Этот вопрос Сейчас я пробую решить программно Чтобы у нас сам скрипт Сам По сигналу датчика коленвала Понял Где у нас верхняя мертвая точка И в принципе Как бы математически Есть Есть основания Подозревать Что я смогу это решить На сегодняшний день Пока что Приходится где-то Еще искать Этот Баланс То есть Ну После того Как Скажем так Для дизелей Средний угол опережения Зажигания Это 10 градусов То есть Я указываю Если у нас есть Сприт-впрыс Я указываю Более-менее Работает нормально Вот смотрим То есть На вкладке Эффективность Вот здесь Работа всех цилиндров Блок управления Коррекциями Вывел В более-менее Ровную эффективность Всех цилиндров И В этот момент Я смотрю Что у меня происходит На вкладке сжатия Смотрите У нас Получается Что Один цилиндр Много Энергии Получает Фактически Четвертый Много Третий Чуть-чуть меньше А два Получает Значительно Меньше И Я вижу Что Как раз Эффективность Тех цилиндров Которые Получают Меньше Энергии В процессе сжатия На холодном двигателе У нас У них плохая То есть Получается Значит Я собираю Скажем Много Информации И Собираю Эту всю информацию В комплексе Анализирую И принимаю решение Ставлю Диагноз Значит Если я вижу Что на холодную У меня машина троит По мере прогрева Она начинает работать Нормально Я смотрю Какие цилиндры У меня троят На холодную Вот эти два цилиндра Троят на холодную Дело в том Что Особенность Вкладки Сжатия В том Что Если мотор Не выровнял свою работу Мы этой вкладке Особо верить не можем Это связано с тем Что Львиная доля Новых дизелей Имеет двухмассовые Маховики И Колебания В двухмассовом Маховике У нас Передаются На Скажем Вращение Коленвала И мы не можем Точно Определить То есть Когда двигатель Уже выровнялся Работает четко Двухмассовый Маховик работает Одинаково Для всех цилиндров В этот момент Мы с него снимаем Характеристику И тогда Вкладка Сжатие Дает нам Достаточно Точную информацию Вот в данном случае Вот тут Он чуть-чуть Подогрелся Работа у него Выровнялась И в этой точке Рабочей Вот здесь Я рассматриваю У меня Первый Второй цилиндр Хуже всего Третий Чуть-чуть Четвертый Лучше всех Значит еще раз Снимают головку Не проверили Уровень Выступания Поршней Снять головку Отдать на ремонт Это сложно В любом случае Снять скрипт CSS Это несоизмеримые Затраты сил Времени И денег По сравнению С разборкой Двигателя То есть могу еще Ну кстати Покажу тогда еще Один пример Он интересен тем Что Секундочку Пример интересен Это кстати Мой первый Случай Когда я Когда я этим инструментом Уже начал определять Загнутые шатуны Тут не совсем По методике еще Было снято Или еще в тот момент Скажем Не полностью себе Определился Как это все должно Происходить Но вот этот пример Он интересен тем Что У нас Вот в режиме Холостого хода Плохо работает Один цилиндр Под нагрузкой Практически не работает По мере прогрева Этот цилиндр Включался уже В работу То есть когда он Дальше работал То на холостых Он уже работал Полноценно Вместе со всеми Остальными цилиндрами Даже если Чуть-чуть Добавляешь топлива Маленькую дозу Воспламенение Происходило Но даешь чуть-чуть Больше Топлива Все Воспламенение Совершенно Не происходило То есть горение Пропадало Полностью И таким Таким образом Я вот На основе Анализа Вот этих Сферностилограмм Пришел к тому Видению Процессов горения Которые сейчас у меня Скажем Которые С которыми я Делился По мере Нагрева Цилиндра Количество топлива Которые мы можем Воспламенить Уже увеличивается То есть Маленькую дозу Мы можем Воспламенить Резко впрыснутую Большую дозу Мы не Воспламеняем Совершенно Варенье Совершенно Опять же Я вам покажу Не не Смотрите Где он пропадает То есть Я вам покажу То есть Вот у нас Смотрите Смотрите Вот где у нас пропало У нас уже пропало Полностью Вот Воспламенение Практически Пропало Смотрите Я вам сейчас покажу Где у нас пропало То есть Еще до того Как мы достигли 2000 оборотов На 1700 У нас уже Воспламенения Нету А в предпрыск У нас пропадает На 2200 То есть Воспламенение Пропало еще До того Как отключился предпрыск Чем он интересен Этот пример Я могу Еще один интересный пример Показать Это Я тоже Заподозрившу Загнут шатун У нас Автомобиль Хорошо Показываю Еще один пример Это У нас Наверное Партнер Был Так Партнер О Вот Вот Смотрите Вот Интересный Тоже Пример На Мне кажется Что он Интересный Все Дизельный А ну Смотрим Значит вот эта машина Не Не получилось Почему Не получилось Почему Не получилось Может у меня Есть Что-то он споткнулся Так Так Вот смотрите Вот тоже Интересный Пример Автомобиль Тоже На холодную Троит И дает Достаточно большое Количество Белого дыма По первому И по второму Цилиндру После прогрева Все работает нормально Машина едет Без проблем Я тоже заподозрил Что здесь у нас Проблема Есть со степенью Сжатие Но даже Не очень Ровная Работа На холостом ходу Не дает Никакого Отклонения По сжатию Сжатие Нормальное Да Здесь Как раз Была проблема Это у нас Пьезофорсунки На этом двигателе Значит Его Регулировали Наши Дизельщики Потому что Я с ними Созваниваю Ребята Тут Первая Вторая Форсунка Скорее всего Не дает Присприз Тогда я снял Осциллограмму Тока На машине То есть Сняли Осциллограмму Тока Я сказал Какие цилиндры У нас Хуже дают Присприз Какие лучше То есть Первый Второй Меньше Ну то есть Скажем Не такой Присприз Еще раз Эти форсунки Сняли На стенд Там Они объясняли мне Что-то Там вроде бы 80 вольт давали А потом дали 110 вольт Что-то такое То есть Насколько я понял У них оборудование Оборудование было тоже Open system Морское Они подобрали Определенное напряжение Добились на стенде Такого же Предвпрыска Который я На основе своих Осциллограмм Видел на машине Отрегулировали Чтобы на этом режиме Предвпрыск У них был уже Одинаковый Поставили на машину И все заработало С утра Больше она не троила То есть На стенде Им показывало Что предвпрыск Есть Но на автомобиле Параметры Сигнала Немножко отличались И мы получали Отклонение По впрыску Но Изначально Ожидая Увидеть здесь Загнутый шатун С СС Я увидел Что с шатуном Все нормально Поэтому Скажем Мы стали Двигаться в сторону Предвпрыска Тем более Что косвенно Еще подтверждение Моего предположения Была детонация В разгоне На горячей машине То есть Машина Когда нагревалась Пробуешь разгоняться Ти-ти-ти-ти-ти-ти Явно был Звон Факт детонации Еще раз Сняли форсунки Перерегулировали То есть На стенде Подобрали такие параметры Чтобы Предвпрыск Скажем Получить более-менее Сходный С теми параметрами Которые я видел На моторе При помощи Стрепта А CSS Отрегулировали Чтобы в этом режиме Предвпрыск Был одинаковый И все Машина Заработала Нормально То есть Вот Скажем так Один из примеров Который Я все-таки Думаю Как подтверждение Той теории Которую я Высказал То есть Возможно Я в чем-то не прав Но на основе Вот этой информации На основе Анализа Многочисленных Примеров Я пришел К такому Видеть ее У процессов Горения В дизельном двигателе Так Еще что Какие-то вопросы То есть Поэтому более-менее Понятно Единственное На что хочу Ваше обратить внимание Еще раз Вкладка Сжатие Работы Только в режиме Холостого кода Только Если у нас Цилиндры Выровнялись То есть Даже на прогретом двигателе Если он у нас не троит Проверка скриптом ССС Нам дает Уже информацию По вкладке Сжатие Если у нас Какой-то цилиндр ниже Но очень желательно Поскольку Скажем Шутка ли Ошибка В диагнозе И разобрать мотор Увидеть что там Не то То есть На холодную Я перепроверяю Эти цилиндры Троя После выравнивания Работы Эти цилиндры Показывают Ниже сжатие Ниже сжатие Все Значит Мы имеем проблему С степенью сжатия Я Да Вот Очень интересный момент Подчеркнули Это двухмассовые маховики Да Это тема У нас честно говоря От них шторы Тамбасит и бумаги То есть Если кто-то Да То есть Особенно Если Ставь Мусодесом Ставь 638 мотор Вот Махалстых Работает И вот так вот Матражит Тилипает То есть Из-за того Что вот эти массы гуляют И за массой гуляют Сам БУ пытается Выровнять работу И у него едет крыша Есть ли вот Какой-то опыт Или какая-то Систематизация Вычислить Сначала Откинуть Неисправных Махалстых 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 На хаотичности Отсутствие системы Давайте Человеку Он что-то хочет сказать Извините Я говорю Что в случае С неисправным Махалстых Махалстых На этом цилиндре Плохое сжатие Значит Есть подозрение Подозревать У нас Что в этом цилиндре Есть проблема Уже Механической Или форсунки А не Махалстых Махалстых Но для того Чтобы это точно подтвердить Надо иметь осциллограммы Их обработать Проанализировать И дать точный ответ Единственное замечание Я дам по этому Алгоритму Дело в том Что на 5-цилиндровых Двигателях К сожалению Все немножко сложнее Дело в том Что 5-цилиндровый Двигатель У нас В отличии от 4-цилиндрового У которого У нас есть 2 участка Зубчистого венца Где работает цилиндр Где у нас происходит Сжатие и рабочий ход И пропуск зубьев Как раз находится На таком участке Который Скажем Дальше Находится от Участка Где происходит Сжатие и рабочий ход То у 5-цилиндрового У нас Скажем На разных участках Зубчистого венца Происходит у нас Сжатие и рабочий ход И один из цилиндров Попадает В зону Действия Вот этого Пропуска зубьев И на этих графиках Мы У 5-цилиндрового Часто получаем Что один цилиндр Не так работает Как все остальные И это не есть Скажем так Неисправность данного цилиндра Как вариант В таком случае Приходится работать Не зубчистым венцом Датчика коренвала А зубчистым венцом стартера То есть То, что там пропусков Не было Для скрипта ССС Это не проблема Там большое количество Зубьев Он прекрасно работает С этим сигналом Единственное, что приходится Индуктивный датчик Подставлять К зубчистому венцу Стартера То есть если очень сложная Проблема Если объем Скажем Каких-то там Ожидаемых Работ Значительный В некоторых случаях Достаточно В принципе Снять Металлическую Там Шестерную защиту Колокола И получить доступ Старца К зубчистому венцу И прямо Руками удерживая Датчик Коленвала Или там Датчик АВС От любой системы Мы можем таким способом Работать с этим двигателем Некоторые мои коллеги Вообще Если им что-то надо делать Они тут же берут Сверлом на 15 В колоколе Прямо Сверлят дырку В сторону зубчистого венца Вставляют туда Датчик коленвала Работают с этой машиной Потом по резиновой Заглушкой Закрывают И в дальнейшем Не возникает Никаких проблем Для того, чтобы Работать с этим двигателем Особенно если у нас Не электронная система Впрыска Например Обычные дизеля То есть Тогда Мы можем на форсунку Одевать Датчик Пьезо На трубку Форсунки И с маховиком Стартера Работать Как с обществом Стартера Скрипт СС Поддерживает его В полном объеме Но все таки Все современные автомобили С этими Бухмассовыми маховиками Поэтому Хотелось бы наработать Больше Я с ними Регулярно Работаю Не вижу Принципиальных Проблем Маховик Работать Маховик Маховик Хочу Рассмотреть Эти Слогамы Возможно Какая-то будет идея Даже В математику Внестем такой анализ Я только за